Это утро стало одним из самых тихих. В половине девятого на Воскресенском кладбище прошла панихида. Саратовцы вспоминали о героизме солдат Великой Отечественной и о трудностях военных лет. Сегодня эти залпы никого не пугают, в небо стреляют в память о погибших. Но для ветеранов каждый щелчок затвора – это напоминание о военной службе. Последние девять дней, что я служил в охране Александра Зукова. Вот орден Ленин Зукова. И все же в этот день говорить они предпочитают не о войне, а о долгожданной победе. Владимир Скородумов в 45-м вообще отметил праздник дважды. 2 мая 45-го года радисты будут отвечать на наши. Ребята, победа, победа, ура! Ну, конечно, и отпраздновали 2 мая. А уже настоящий день победы, значит, я отмечал на плавбазе Саратов. Для курсантов военного училища это выступление, пожалуй, одно из самых ответственных. Сегодня их оценивают те, кого всегда им ставили в пример. Не дай бог, если когда-нибудь нужно будет отстаивать свою страну, я думаю, история повторится. И молодежь, она встанет также на защиту и не посрамит наших дедов, отцов, бабушек и дедушек. Мирным целям в День Победы служит и вся военная техника. Украшенные лозунгами танки сегодня превратились в детский аттракцион. Последний защитник Брестской крепости отстреливался месяц. Потом, когда у него не осталось ничего, кроме одной гранаты, он вышел из-за укреплений, подошел, взорвал гранату. И взорвал себя и целый отряд немцев. Пока саратовцы дегустируют солдатскую кашу и рассматривают военную технику, в парке появился еще один монумент – памятник маршалу Георгию Жукову. Екатерина Молчанская, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.